Долг, честь, совесть, устои и традиции предков, духовный путь. Все эти чувства укладываются в одно емкое понятие – патриотизм. Его невозможно навязать, его можно пробудить, воспитать. И занятие спортом, привитие вкуса к нему несет большой вклад в воспитание сильной молодежи. На этой неделе в Оржеве встретились более 150 уверенных в себе сильных духом молодых людей со всей России. Что стало поводом об этом в нашем сюжете. На один день в город воинской славы съехались юноши и девушки из различных регионов России, где культивируется самбо. Здесь прошел традиционный всероссийский турнир по самбо Ржев-Калининский фронт, где спортсмены подтверждают и получают разряды. Соревнования посвящены 77-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, а потому военная тема невольно всплывала во вступительных речах. Обращаясь к молодежи, глава Ржева Роман Крылов отметил, что наша обязанность – поддержать российских ребят, которые сегодня освобождают братский народ от страшного зла. А в чем заключается наша поддержка? Она заключается в первую очередь тем, что мы каждый на своем месте должны добросовестно относиться к своим обязанностям. Во-первых, мы должны уважать свою родину. Она у нас одна. Любить город, в котором живем, любить область, в котором живем. Должны уважать своих родителей, помогать более слабым. Должны хорошо учиться, должны бережно относиться к своему здоровью. В том, что местом соревнований стал именно Ржев, нет ничего удивительного. Местная школа самбо известна на весь мир. Спортивный комплекс, пожалуй, лучший зал единоборств в Верхней Волжье. Соревнования оказались зрелищными, при этом прошли в позитивной атмосфере. Да и во время поединков соперники вели себя корректно. Ржевитянка Елизавета Хрусталева семи лет в борьбе. За спиной региональные и всероссийские турниры. Девушка признается, что спорт – это среда, которая прежде всего формирует сильную личность. Участие в любых соревнованиях, конечно, проверяет морально-волевую подготовку. Оно помогает сосредоточиться на чем-то. В определенный момент сконцентрироваться, собрать все свои силы, все свои мысли. И вложить их в определенное русло. Это помогает везде, и в жизни, и в учебе. Посещение мемориала советскому солдату стало логичным продолжением пребывания спортсменов на Ржевской земле. Здесь погибли, были ранены, пропали без вести более 1 миллиона 300 тысяч человек. Значение этой затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно. И память, как отметил военный комиссар Игорь Шумара, о подвиге людей, которые шаг за шагом, день за днем приближали триумфальный исход Сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики должна жить. Те соревнования, которые себя проводят по эгиду Украинского фронта, для наших ребят, я считаю, это очень важно побывать на нашей земле, на гонострадальной. У нас очень много памятников, только в одном Ржевском районе 43 братские захоронения. Спорт – одна из площадок, которая воспитывает духи патриотизма, развивает стремление добиваться наивысшего результата, стремление к победе. Это и есть в характере российского народа. Надо только поддержать. Могу сказать однозначно, что на собственном примере, когда каждый спортсмен выступает за пределами своей страны, он представляет силу духа нашего народа. И вот эту нотку, и вот эту трагедию, которая произошла ранее, и я рад, что мы привозим детей и воспитываем в них чувство патриотизма, потому что спорт и патриотизм – вещи едины. Мы уже слышали концерт Чайковского вместо гимна и видели белый флаг взамен триколора. Последнее дно спортивная бюрократия пробила, отстранив от Олимпиады российских паралимпийцев. Помните, что сделали наши ребята? Развернули флаг и спели гимн страны. Пусть так, но наш гимн будет звучать на международных состязаниях, и наши спортсмены с гордостью пронесут флаг России. Уже скоро в Твери в одном зале встретятся представители трех стран – России, Белоруссии и Донецкой Народной Республики. 30 апреля в киноконцертном зале «Панорама» состоится региональный турнир по бодибилдингу, посвященный Дню Победы.